МОДА МИР ВА МИЛОСТИ АЛЛАХА И ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ДОРОГИЕ НАШИ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! Сегодня в выпуске мы поговорим о том, чем же является мода, зло или добро. Если у вас будут вопросы по сегодняшней теме, то обращайтесь по номеру 91 7070. И в гостях сегодня у нас Ирина Александровна, общественный деятель. Алейкум. Алейкум. Мы рады вновь приветствовать вас на нашем эфире. Тема действительно, возможно, такая актуальная. И начнем с того, что же такое мода. И для начала, что такое мода? Действительно, эта тема такая противоречащая и вызовет шквал эмоций, может быть. А может быть, единогласие где-то у нас пойдет. Сабханалах, у всех разный подход к этому, у всех разные понятия о моде. Но все равно, что бы ты ни делал, в каждой вещи, в каждом деле есть суть, есть цель. Поэтому, если мы начнем разбирать это, давайте вместе попробуем все-таки вникнуть в это. Что все-таки мода? Но лексическое значение мода — это мера, образ, правила. Это мера, образ, правила. Это временное господство. Представляете свойства лексика? Временное господство определенного стиля жизни и культуры. На что сейчас есть мода? Да куда ни посмотри, на что твой взгляд не обратит внимания, все составляет мода. Правда? И она не постоянно, постоянно она меняется, изменяется. То есть мода — это сущность, можно так сказать, не постоянная. У меня такое ощущение, что она дышит, она всегда в курсе вкусов, в своем вкусе, свое что-то навязывает. Поэтому стиль одежды изменяется от моды. Что у нас моду составляет? Спорт составляет моду? Конечно, экстрим. Это тоже модный вид спорта. Там, где получают увечья, там, где не дорожат жизнью, там, где рискуют жизнью, молодые, и все это рекламируется, и составляет моду. То есть, видите, интернет, пиар — это все такая могущая информация, которая дает информацию, и составляющая мода — это именно этот пиар. Идеи, сленг, поведение, культура, образ жизни, искусство, литература, кухня, то есть много можно перечислять. На все это есть мода. Все, что популярно в обществе в определенное время, можно так сказать, в определенный период времени. Мода — это самое, я еще раз повторю, непрочное и быстро проходящая популярность. Атрибут моды — это, конечно же, погоня за новизной. И зависит она от того, что от момента обретения ее, признание общества, а потом наступает популяризация. Какие же мотивы движут моды? Есть несколько мотивов. Основные два мотива. То есть, что движет моды? Чем мотивируются, мотивируются чем люди? Это, конечно же, подражание. Подражание с целью принять опыт, чей-то опыт, или подражание с целью принять хороший вкус. То есть, те люди, у которых нет у которых вкуса, либо не могут создать свою индивидуальность, то есть проявить свою индивидуальность в этой области, поэтому они начинают подражать. И все, что видят, они примыкаются к этому классу. То есть, это своего рода помощник определения идентичности, самоидентичности человека? Ну, это навязывание, да? Он видит, и он начинает подражать. А своего склада, своего формирования вкуса у него нет. Он же гонится, правда? За моду не угнаться. Следовать моде невозможно, а не следовать глупо. Да? Кто так сказал? Александр Васильев, да? Который историк моды выступает. Вот. Он сам определяет, что не следовать глупо, а следовать просто невозможно. То есть, одно отрицает другое. Здесь остановимся. Вот получается вот такая дилемма. То есть, за модой следуют лишь те люди, кто не умеет и кто не имеет своего точки зрения. А давайте дальше посмотрим, да. Давайте дальше вот такой плавный такой переход. Хорошо. Потом второй мотив движения – это страх. Страх оказаться изгоем. Страх оказаться вне общества. Страх оказаться осмеянным. Посмотрите, человек, который одет просто, не по моде. У него своя есть, может быть, стереотипы на это. У него индивидуальный подход к внешнему виду. И над ним смеются. То есть, это может быть в школе тогда, когда нету формы единой, да. И один перед другим начинает красоваться, приходить то в одной одежде, то в второй одежде. И родители стараются, чтобы их ребенок красивее, помоднее и лучше всех оделся. А изгой тот, кто либо не имеет этой одежды, либо не может ее просто купить, а либо он не хочет, у него свой взгляд на то, что он носит. Далее мотивация идет и движет моды. Это, конечно же, специальные журналы, специальные тренды, блоги, да, модные. То есть, они пиарят и продвигают моду. Вот, мода – это вообще огромная индустрия. Это вообще огромная экономика, огромное производство. Если вот рассмотреть сама по себе мода, вот как она начиналась? Просто один человек, который умел шить, обучился шитью и сшил своей жене шляпку. И потом, когда увидели местной красавицы на ней шляпкой и говорят, где ты взяла, пусть он нам сошьет. И вот так вот потихонечку признание общества, возвышение этого человека, зависть, стараться быть лучше, не отставать. А у меня этого нету, а у тебя это и есть, значит, ты лучше. Ты чем-то отделилась, ты чем-то выделилась, да? Вот видите, здесь как уже, то есть, социальные слои населения здесь начинают отделяться на фоне этой моды. Разделяет, мода разделяет, отделяет эти слои. Конечно же, разные страны диктуют моду. Италия, Венеция, Флоренция, Франция. В Италии что? В Италии нет никаких полезных ископаемых, они ничего не производят. Что они могут? Они могут создавать моду и продавать. Продавать вкус, продавать идею, продавать вещи, продавать стиль. У нас этого нету, да? И мы начинаем покупать у них и развивать их индустрию, развивать их экономику. Мода, конечно же, близка к концептуальному искусству. То есть, концепция – это полностью все создание образа, да? Если мы говорим об одежде. Образ, конечно же, здесь фасон, материал, платье само, аксессуары, атрибутика, прическа, макияж. Все, создан образ. Посмотрите сегодня на подиуме, во Франции или в других странах, без разницы. Идут образ за образом. И иногда смотришь и думаешь, неужели это мода и как это все можно носить в обществе. Есть театральная мода, есть еще на что-то мода, да, коктейльная мода. И это определенный созданный образ здесь идет. Конечно же, мода несет в себе образ, образ с господствующим идеалом. То есть, этот идеал, который он создан, он начинает господствовать среди массы. Как идол, здесь видите, он господствует, он навязывает людям свой идеал. Вот смотрите, вы сказали, он господствует. Да, господствует. Но тем не менее идет общая мода, является модой тогда, когда общество его примет. Общество его и принимает как раз таки. А оно не может принимать. Потому что общество, индивидуумы хотят выделиться, да. Хочешь, не хочешь, принимай. Модный сленг. Молодежь как выражается, какими словами? Что сказал? Мне, например, это непонятно. Я стою и думаю, а вообще, что сказал, на каком языке? Оказывается, на нормальном языке, который мой язык, который я понимаю. Это модно. И он навязывается. Если ты не будешь так говорить, то над тобой будут смеяться. То есть нравится тебе это или нет? Но ты уже вынужден это делать. Вынужден, да. Чтобы не отстать от общества, не быть изгоем. Чтобы над тобой не смеялись, чтобы не выделиться, не показаться тупым, отсталым, старомодным и так далее. Вот какие идеалы? Например, идеал аристократизма. Раньше идеал аристократизма был, например, в Ипонии, когда девочкам именно деформировали ступню. То есть, чтобы делали маленькие башмачки, а при рождении стягивали ножки, пальчики закручивали и завязывали. Для того, чтобы ступня не развивалась. Маленькая ножка – это признак аристократизма. Это очень красиво, это как степень, возвышенная степень и знак аристократов. Вот так можно сказать. В Европе потом пользовались корсетом. Если вы видели, может быть, на фотографии, корсет. Что делали? До того утягивали женскую фигуру, что сдавливали все органы, в том числе и легкие. Здесь уже шла деформация костной системы. Вот так. Это тоже своего рода была аристократия относилась. Или длинный шлейф, который тянется. Ну, как у королей, у знатных дам. Сейчас, кстати, это повторяется. Может быть, видели красную дорожку в Каннах. Тогда, когда все актрисы выходят, и длинный шлейф тянется. Это высокомерие, это отличие, это признание общества, это различие, конечно же. Что происходит в современной одежде? В современной одежде увеличение сексуальности, обнаженности. Если мы рассмотрим моду, если это касается одежды, давайте ее рассмотрим у истоков. Как она развивалась? Как потихонечку обнажали саму женщину? Началось это с 1900-х годов, тогда, когда начали женщину потихонечку раздевать. Но что было тогда знаком обнаженности, то у нас сейчас это знак приемлемости. То есть это нормально. Раньше обнаженная женщина представляла собой одетая в обтянутый трико. Полностью свое тело одевала в обтянутый трико. И то, что у нее выделялось, то выделялось. Она считалась обнаженной таким образом. И могла работать там фотомодель или какими-то плохими профессиями обладала. Сейчас у нас одевают это обтягивающее трико и не считается это обнаженностью. И в пожилом возрасте это можно видеть и у девушек, и у женщин в любом возрасте. То есть, видите, здесь идет такая мощная деградация сейчас. В средневековье мужчины начали носить обтягивающие одежды. В 900-е годы, как раз после этих лет, мужчины стали одевать многие женские платья. Здесь начало преобладать мужской интерес к мужчинам. Вот так вот можно сказать. Сейчас это уже толпы таких людей, которые одевают женские платья и меняют свой пол и так далее. Ауза Беляхи. Сейчас это нормально. И это уже узаконивает. Узаконивают такие браки и так далее. Посмотрите, если перевести это с точки зрения ислама, порядочности, истинности, то есть вообще это все допустимо или нет, что делает мода? Мода что? Она изменяет качество человека. Она дает такую свободу, которая может привести к хараму. Сейчас женщину так раздели, такое рванье на нее одели, что уже мужчины до того уже привыкли, что даже не обращают внимания. Для чего модельеры раздевают женщину? Для того, чтобы ублажить свой взгляд, свою похоть. Им нравится это, они хотят смотреть на это. Но мужчины еще, слава Аллаху, пока еще не обнажаются. Но это идет тоже к этому потихонечку. То есть это вот то, что делает мода. Вот вы перечислили действительно такие изменения в моде координальные, что было, допустим, даже сто лет назад недопустимым, то это сейчас является вполне приемлемым. Вы сказали, на это действует мода. А кто стоит за этой модой и как идет процесс этих изменений? Возможно, в умах людей, возможно, какая-то смена ценностей. Какие факторы могут влиять? Именно, что модные вещи, что это вообще модная вещь? Вот вы представьте, модная, дорогущая вещь. Что это? Это опознавательный знак. Правильно? Что он указывает? Он указывает на признак принадлежности к элите. Поэтому заказ элита. Элита не успокаивается. Им нужно отсоединиться от низших слоев населения. Правильно? Поэтому им нужно выделиться. Чем выделиться? Значит, модные дорогие машины, модная одежда, модные аксессуары, модное поведение. Дама с собачкой, да, сейчас очень модная. А посмотрит собачку эту махнату вечную, таскают с собой, кушают вместе с ней, спят вместе с ней. Эта мода сейчас стала, что она хочет выделиться. И сейчас общество признало полностью это, и то же самое повторяет. И это стало модно. Значит, кто продвигает? Личный заказ. Продвигают модельеры, продвигают те, кто хочет создать большое производство, кто хочет получить деньги, огромные заработать деньги. Поэтому они делают рекламы, пиарят, выставки различные, подиумы создают. Модельеры, манекенщицы ходят. Давайте сейчас послушаем мнение одного известного всем модельера. Он перечислил один из факторов, влияющих на моду, на его изменения. Давайте посмотрим вместе. Стиль сегодняшнего дня на Западе – это гранж. То есть, мода гумна, мода сарая, потертые вещи с катышками, рваные, с подсечками, с ниточками. Это сегодня стиль моды. И все же, что нас ждет завтра? А завтра будет победа мусульман на всех фронтах. Почему это? Ну, потому что я это знаю. Я знаю, сколько их, я вижу, сколько нас. Я вижу, какова их рождаемость. Что тут думать? В России средняя рождаемость 1,3 или 4. То есть, 1,0,3 ребенка на семью, а у них 12. Так что не о чем даже говорить. Тут нет, не может быть двух мнений по этому поводу. Это уже случилось в Европе. Европа через 5 лет будет в большинстве своем мусульманская страна. Вы знаете, какое самое распространенное имя среди мальчиков, дворожденных в Бельгии в 2012 году? Ахмед? Мухамед. В Бельге. Вы думаете, в принципе, по статистике России смотреть? Какое количество у нас вибраторов? Мы очень скрываем. Ну, к моде это будет иметь прямое отношение. Статистика демографическая, но к моде она будет иметь прямое отношение. Потому что это другая эстетика, другая мораль, другие цвета. То есть, вы хотите сказать, что через 10 лет я буду ходить в Модель? Не вы, но ваша дочка, да. Мода это настолько неуносимая разновидность уродства, что ее приходится менять каждые полгода. Так говорит писатель Оскар Уайльд. Дорогие телезрители, мы говорим сегодня о моде. С чем это является, злом или же добром? Если у вас будут вопросы, то добро пожаловать в нашу студию 91770 для ваших звонков. И в гостях у нас сегодня общественный деятель Ирина Александровна. Салям алейкум, еще раз. Итак, продолжим. Мы остановились на том, какие факторы могут влиять вообще на изменения моды. И давайте еще обширнее. Что такое, да? Скроем, да. Что такое моды? Мы же здесь сказали, что мода, она разделяет на статусы, на степени людей. Поэтому элите надо выделиться каким-то образом, показать себя, кому она относится. К выше, к сливкам в обществе, к элите, к аристократии и так далее. Поэтому они выбирают для себя одежду, и они же ее и заказывают. Правильно? То есть, когда есть спрос, есть предложение всегда. Мода, она, я бы определила, как некоторая сущность. Вот она живая, дышащая. Она как идол. Она управляет, изменяет, унижает, переделывает, создает, направляет и так далее. Много можно вот этих вот слов таких придумать. То есть, она господствует. Господствует. Посмотрите. Значит, если она господствует, а это явно происходит, значит, люди ей подчиняются. А у нас есть звонок? Ответьте, модель и продолжим. Ас-салам алейкум. Мы вас слушаем, говорите. Да, ас-салам алейкум. Мы вас слушаем. Не слышно, наверное. Еще раз повторю, мы вас слушаем, дорогой зритель. Тогда давайте свой вопрос. Хорошо, свяжитесь с нами попыже, если у вас есть эта связь. Итак, продолжим. Значит, мода, она внедряет вкусы. Не важно, какой у вас вкус. На что-то, да, например. Дом, архитектура. Здесь не только говорится об одежде. Мы говорим о моде. Она внедряет. Она заставляет. Потому что она господствует над человеком, над человеческим сознанием, над человеческим мышлением, понятием. И она внедряет свои вкусы. Она изменяет поведение человека. Вот представьте. Даже вот давайте на себе. Мы сами представим. Если нас одеть в какую-то оборванную одежду, грязную одежду, и выйдем мы на улицу, как мы себя будем чувствовать? Неловко, некомфортно. Очень неловко, очень плохо. И хочется уйти от тех взглядов, которые на тебя смотрят. И оденете вы, например, шубу в 10 тысяч долларов, например. Роскошь. Как вы себя будете чувствовать? Очень комфортно. Хотя у вас есть акида, у вас есть иман, вы мусульманка, поклоняющийся. Все равно вы на себе почувствуете какое-то вот это изменение. Пусть изменение комфорта, какой-то привилегии, взгляды, опять-таки, интересующие, определяющие, кто же такая и так далее. Ну, такая у человека душа. Она такая созданная, эта душа. Сейчас мы ответим на звонок и продолжим. Ас-саламу алейкум. Это, кажется, от нас ушли. Продолжим. Поэтому мода, она уничтожает человеческую уникальность. Она уничтожает человеческую индивидуальность. Что толку от того, что я хочу создать своё? У меня нет в этом грамоты. Грамоты, правильно? Я не хочу отделиться от общества. Что мне приходится делать? Своё создать я не могу. Своё сшить не могу. И общество в одной стороне, я окажусь в другой стороне. Это те люди, которые слабы, у кого нет индивидуальности, которые не могут настоять, например, на своём. Мода заставляет постоянно следовать за собой. Она заставляет, она заставляет стремиться, соответствовать. То есть она подавляет личность. Мода, я бы сказала, как отдельная культура здесь выступает. Отдельная культура. Которая притягивает именно широкие массы. Упадок культуры народа – это смерть духовности. Это обезличивание. Посмотрите, когда нет культуры у народа, то есть культура, она есть культура, да, она была, целостная культура. Но потом люди стали брать другую, чужую культуру, западную культуру, которая у них никогда не была. И что происходит? Разрозненность в массах, разные взгляды. Культура начинает исчезать потихонечку. Вы можете даже на своём примере посмотреть. То есть не на своём примере, а в своей культуре. Вы же здесь родились, вы здесь выросли, вы знаете историю культуры, вы знаете историю народа. Посмотрите, какая мода и какая культура была раньше. Абсолютно другая. Взаимоотношения были абсолютно другие между людьми. Правильно? Были крепкие родственные связи. И сейчас наступила вот эта вот индивидуальность. Человек сам за себя как бы думает. И не думает за своего родственника или за другого. Мне хорошо, я богатею, а ты беднеешь. Статус разный. Ты кто такой? Ты вообще что-то рот раскрываешь? И так далее. У нас сейчас время рекламы. Дорогие телезрители, не отлучайтесь от нас. Всё интересно, иншаллах. Впереди. Айян телеканалы дүниен кер тарауында. 3W Checkit Ayan Checkit KG сайты. Безден телеканалды интернеттен онлайн көрміздер. Тамағаш тандауды азық оқыттардың адалдығын тастықтаған адал индустриясын өніктірі ғорборынын ұшыл белесін талап қалымызар. Адал талап менен келеді. Адал талап менен келеді. Если какой-то человек не приходит на коллективную молитву три дня подряд, то у него есть какие-то проблемы. Может он заболел, может у него какие-то трудности, может он задолжал кому-то и не может выйти на улицу. Нам придётся навестить такого человека. У нас Джамат стал разобщённым. Все мы стали как европейцы. Мы не стучимся в двери, не ходим к ним домой. Все мероприятия стали проходить в кафе или в ресторанах. Прекратились отношения между нами. Мы смотрим издалека, кто ходит в мечеть, а кто не ходит. Село очень маленькое. Если крикнуть с одного конца, то этот крик услышат на другом конце. Пусть все мужчины этого села приходят на утреннюю, обеденную, послеобеденную, вечернюю и ночную молитвы. Пусть с каждой семьи придёт хотя бы один человек. Женщины должны стыдиться и говорить своим мужьям, «Ставай, ты же мужчина, иди в мечеть!» Оказывается, дома молятся только женщины. Будет стыдно, если ты будешь молиться дома, потому что будет счастье и процветание в том народе, в котором женщина придерживается религии, в котором женщина ведёт себя достойно, оберегая свою честь и в котором женщина уважаема всеми. Мы отодвигаем женщин на второй план. Но наша религия так не приказывает. Наша религия говорит, что рай находится под ногами наших матерей. Почему так сказано? Слова «под ногами матерей» означают, что рай связан с возможностями наших женщин. Эта женщина напоминает мужчине о наступлении времени молитвы, отправляет его на пятничную молитву, готовит ему воду для омовения, отправляет его на утреннюю молитву, воспитывает своих детей и приучает их к этому. Если женщина плоха, то и мужчина не будет хорошим. Если женщина не очень хорошая, то мужчина отделится от народа. Поэтому, уважаемые сёстры, уважаемые бабушки, не удерживайте своих мужчин дома, отправляйте их в мечеть. Пусть будет ходить в это место хотя бы один раз в день. Мечеть построена именно для этого. Мечеть – это не музей. В ней имам сам руководит молитвой. Но если он занят делами общества, вы должны привести образованных людей. Пусть в одной части дня мальчики, и в другой части дня девочки учатся здесь правильно молиться и читать Коран. Есть люди, призывающие к исламу. Они посланы самим Богом. Когда они стучатся в ваши двери и говорят, «Пойдёмте в мечеть», не отказывайте им, говоря, «Потом приду». Если вы придёте и послушаете их, это пойдёт вам на пользу. Вот это полезно для вашей последней жизни. Если ты будешь строго придерживаться нашей религии, то ты не будешь тревожиться за свою дочь или сына, которые находятся далеко от тебя. Ты не будешь переживать, не выпивает ли он спиртные напитки, не попал ли он в тюрьму, не украл ли он что-нибудь, не убил ли кого-нибудь. Ты будешь спать спокойно, мой уважаемый брат. Почему была неспослана эта религия? Многие думают, что религия относится только к священнослужителям, которые ходят от одного дома к другому, зарабатывая при этом на жизнь. Нет, это не религия. Что такое религия? Религия – это свод правила, законов, которые неспослал Аллах для того, чтобы человечество, следуя этим правилам, стало счастливым. Если ты пойдешь на рынок и купишь там стиральную машину, вместе с ней ты получишь книжку, и также тебе дадут гарантию на определенный срок с условием того, что ты будешь использовать ее согласно инструкции, написанной в этой книге. Но если ты будешь пользоваться ею так, как тебе захочется, будешь стирать все, что тебе попадется, нажимая на кнопки, как попало, то твоя машина очень скоро перестанет работать. Если ты купишь корову на рынке, ты должен ее своевременно кормить и поить, своевременно доить и ухаживать за ней. Даже если жирную корову оставить на три дня без корма, то на четвертый день она может умереть. У каждого дела есть свои правила. Точно так же в жизни человека есть особые правила, чтобы стать счастливым. Эти правила объясняются всеми по-разному, но их основа упирается в эту религию. Если мы будем жить по законам религии, по правилам ислама, как истинные мусульмане, то мы никогда не пропадем, никогда не исчезнем, мы останемся настоящими людьми. Один известный писатель сказал, самое тяжелое для человека, каждый день быть хорошим человеком. Быть хорошим человеком один день очень просто. Очень просто прийти на открытие мечети, оставив на один день распивания спиртного. Также очень просто прийти в кафе или в ресторан на какое-то мероприятие, нарядившись красиво, и посидеть там несколько часов. И очень просто быть вежливым, уступая место в автобусе и при этом говорить, пожалуйста, пройдите, пожалуйста, присаживайтесь. Но быть таким каждый день и постоянно – это сложно. И эту сложность решает для нас ислам. Если мы будем придерживаться религии, если мы будем придерживаться ислама, то многие проблемы, мои дорогие братья, стали бы для нас намного легче. Ассаламу алейкум еще раз. Пусть Всевышний примет вашу молитву, дорогие братья и сестры. Итак, мы продолжаем. Сегодняшняя тема посвящена моде. Чем она является и какова вообще ее сущность. Также, если у вас будут свои вопросы или же комментарии, то звоните по номеру 91-7070. Мы будем рады вашему звонку. Ну, продолжим, да? О том, чем же является мода. Мы говорили, что, напомним, что мода – это показатель статусности, статус человека, да, определяет она, и ценности человека в других глазах. Есть же такое понятие, есть такое изречение, что принимают по одежке, провожают по уму. Ну, сейчас немножечко по-другому. И встречают по одежке, и провожают тоже по ней. Да? По твоему кошельку. Можно так вот изменить. Сейчас абсолютно другие ценности появились у широких масс. Как вы думаете, это болезнь сердца или нет? Конечно, мода. Те, кто конкретно бегает за ней, которые бегают за гламуром, интересуются гламуром, у них появляется болезнь сердца. Вообще-то, мода, увлечение чем-то, предание, поклонение кому-то, какому-то идолу, это, конечно же, болезнь сердца считается. А если жертвы такие, да. Сейчас очень модно лейбломания. Это когда люди выделяют одежду с какими-то лейблами, да? Не на речи. Какие вот еще есть? Куча, Шанель. Шанель, да. Коко Шанель, Пума, Адидас, Самсунг. Телефоны какие сейчас модные? Айфон. 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 Поэтому люди, где-то стоит вот это вот лейбл, они начинают погоня, делать погоню, покупать за бешеные деньги, хотя это и не стоит этого. Конечно же, идет дальше. Жертвы становятся. Жертвы слепому, слепое подражание идолам стиля. Да? Есть светские львицы, как они себя называют, светские сливки, которые устанавливают, ведут и показывают себя, отделяют в себя к аристократии, леколите, я не знаю, что там они о себе думают. Поэтому они становятся идолами. Модельеры становятся идолами. У нас много модельеров, те, которых, за ними цаицев, да, Юдашкин, Валентин Юдашкин, это российские идолы, есть и зарубежные, те, которые навязывают людям свой вкус и навязывают свои идеи. Вот вы сказали, что несмотря ни на что люди могут идти за этой модой. Нравится им это или нет? Есть ли у тебя возможность купить ту или иную модную вещь? Даже несмотря на то, что говорят на это твои традиции, мораль, культура твоя, в конце-то концов, несмотря на это, на переклад всему... Культура претерпевает и упадок. Следует за модой. Так что же толкает, человека, жить в этом ритме, в ритме моды? Подражать, выделиться, проявить собственную, собственную индивидуальность, проявить людям. Где еще проявить можно? Сейчас у нас, оказывается, есть звонок. Примем. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Валейкум ассалям. Саламу алейкум, Мирина Александровна, я хотел вам вопрос задать такой. Тут, допустим, уже погода теплее, но это уже не шла, лето приближается. Вот вы начали говорить, что девушки, там, ну, женщины, или там, начинают там подражать, вот, говорите же, невидцы, там, девушки. Вот я хотел, вот, 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 вот они подражают, да, допустим, какая-то знаменитость, или актриса, что-то делала, допустим, платье, или сделала какую-нибудь прическу, или покрасила на какой-то свет, и все, в данное время, молодежь, она начинает повторять. И как это, хорошо или плохо для них? Спасибо большое. Вам огромное спасибо за вопрос. Я вам отвечу, что это очень плохо, потому что человек, когда начинает подражать, у него нету своих ценностей. Он пустой, у него нету знания, у него нету вот этих идей, чтобы проявить себя, у него нету индивидуализма. Посмотрите, если истинный индивидуализм, он не рекламируется, правильно? Да. Истинные примеры, они не рекламируются. Если взять из истории, давайте возьмем из того же ислама, правильно? Какие-то примеры, какие-то индивидуумы. Возьмем пророка Мухаммада, салаллаху алейкум салам. Он что, гнался за моды, или его жены гнались за моды. Хотя были богатства, были украшения, он был из знатного рода, и тоже мог себе позволить, когда после каких-то завоеваний им полагалось брать трофеи. Среди трофеев было очень много золотых украшений, хороших вещей, те, которые оставлялись на поле боя или там у кого-то. Они это забирали себе и распределяли между собой, но они не увлекались, потому что у них были свои истинные ценности, свой пример, своя культура, исламская культура, исламские ценности. тогда, когда они были все одинаковые, мусульмане все на одном уровне, не выделяются, не делают исрав, то есть не излишествуют, не покупают то, что... Вот есть шопугализм, да, хождение по магазинам и скупать все, что тебе понравится и все, что не нравится, потому что у тебя этого нет. Это тоже болезнь. Конечно же, это плохо. Человек должен быть, еще раз повторяю, индивидуумом. Индивидуумом. Например, увлекаются пластическими операциями. Пожалуйста. Всевышний Аллах Таля говорит, я вас создал в самом прекрасном виде. Ты что, недоволен созданием, с обликом, с тем, с которым тебя создали? Ты недоволен? Ты начинаешь изменять. Увеличиваешь губы, там грудь, еще какие-то округлости начинаешь увеличивать, наращиваешь ресницы и так далее. Ты недоволен своим обликом, значит, ты лучше знаешь, какой тебе быть. И женщины, и мужчины уже начинают это делать. Это болезнь сердца, это неудовлетворенность, потому что нету истинных ценностей в душе, истинных стремлений, истинных целей нету. Абсолютно. Увлечение диетами, да, образ диет, образ женщины 60, 90-60 на 90 было как раз таки создано в Америке. И поэтому эти диеты приводят женщин к анорексии, то есть умирают от худобы, не может ничего кушать, организм останавливается, не принимает пищу. Это плохо или хорошо? Конечно же плохо. Все, что мы возьмем в этом направлении, например, булимия, то есть тогда, когда после этих диет человек как голодный волк набрасывается на еду и бесконечно ест, 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 и опять приходит в это положение. А это недовлетворенность, да, с тобой? Я вот вычитала такую цитату, певица и актриса Барбара Стрейзен говорит, диктаторы моды тоже иногда ошибаются, но всегда найдутся миллионы женщин, которые охотно за это заплатят. То есть почему тогда масса людей приносит себя в жертву, тогда что же толкает, да, продолжим ответ на тот вопрос. Но у нас прежде оказывается есть звонок. Саламу алейкум. Ассаламу алейкум. Говорите, мы вас слушаем. Да. Прием, прием. Как слышно? Саламу алейкум. Никогда. А можно ли женщина шлипать? Спасибо за вопрос. С удовольствием отвечу на этот вопрос. Мы только сейчас сказали, что менять Божий облик, тот, который Он создал человека, и остался этим обликом доволен, сколько людей, столько разных обликов, поэтому Всевышний Аллах знает, как что лучше для тебя. Изменение, выщипывание бровей это изменение, правильно, образа человека. Поэтому есть такой еще хадис. Тот, кто выщипывает и тому, кому выщипывает, будет проклят. Будет проклят кем? Всевышним Аллахом. сами это порицается? Сам, конечно, это порицается. Это недопустимо абсолютно. Наклеивание ресниц, привязывание, наращивание волос, все это изменение естества. Очень много косметики на лице. Все это порицается в исламе. Почему? Хорошо или плохо? Отвечаем на тот звонок, который, уважаемый телезритель, первый зато. Хорошо или плохо? Конечно, если это порицается, если Всевышний Аллах говорит, этого не нужно делать, это плохо будет. Плохо для вас, плохо для общества, для семьи и так далее. Значит, это плохо для человека. Как раз таки вот на этот счет у нас есть видеоролик, давайте посмотрим, что говорит наш пророк Мухаммад Сарелла Весалям. Мухаммад Халид. Слепое подражание, если на что-либо и указывает, то указывает на малодушие и безволие, слабохарактерность и потерю личности. Если бы подражание было в делах, в которых есть польза, то это было бы хорошо, но проблема в том, что подражание бывает в делах непристойных. Вспомни слова нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, кто уподобляется какому-либо народу тот из них. Вот так именно говорится в хадисе, где наш пророк Мухаммад Сарелла Весалям говорит, что подражание, если это вредит нашей религии, это выходит за рамки нашей религии, то оно порицаемо в любом его виде. Итак, продолжим разговор о том, что же толкает человека следовать за модой. Из-за чего стремление происходит, из-за чего стремится человек. Здесь вот в этом хадисе действительно сказано, то, что если вы подражаете какому-то народу, то вы, значит, относитесь к этому народу. Если они полезут в нору ящерицы, вы тоже полезете за ними. То есть не остановитесь. Те люди, которые нациоподражатели, я их так назову, это нации отдельные подражатели, она в каждой нации есть. Это люди, масса людей. Они вот именно будут в нору лезть, туда, куда полетит другая масса. Лишь бы не остаться, лишь бы выделиться, лишь бы идти за кем-то, потому что стадо, стадо образ жизни, можно так сказать. Вот выделиться, подражать, средства массовой информации, например, продвигает это, реклама, пожалуйста. Люди почему стремятся? Потому что реклама идет, пиар идет. Ты увидел, ага, у тебя появилась уже навязанная идея, и ты стремишься к этому. Далее идет психологические особенности человека. Тот человек, который привык к конформизму, да, тот человек, который привык идти за кем-то, у него нет ничего, и тот человек, который привык, психологическая особенность, тот, который привык, чтобы у него все четко было, чтобы он был всегда в первых рядах, никак не хуже других, не хуже дом, не хуже машина, не хуже отдых, не хуже одежда, не хуже дети, не хуже обучение и так далее. Можно очень долго перечислять. Это вот есть такой психологически больные люди, душевные больные люди. которые вот их движет, мода их движет, вот они стремятся к этому. Внушаемость, низкая самооценка, это тоже играет. Низкая самооценка. А я ничего не знаю, я ни к чему не приспособен, я посмотрю за другими и тоже пойду. То есть вот это вот персекционизм и конформизм. То есть тот, который четко все совершает, а другой, который вяло следует за другими. Статный образ жизни. Есть жертвы? Есть жертвы. Какие жертвы? Как раз таки наша молодежь. Это подростки. В основном это подростки, это представители шоу-бизнеса, это женщины до 45 лет. Это вот именно вот эти больные темы. Далее мода, она, конечно же, внушаема. Внушение идет. Мы говорили через 32 информации. Модельеры создают одежду с целью обнажить, если это относится к женщине, мода, обнажить, раскрыть аурат, совратить девушек. Мода какая? Она к этому идет. Более, 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 чем дальше, тем больше она оголяется. Васильев, конечно, он сказал иншаллах, если это все сбудется, но он не прорицатель, мы не знаем, как это все пойдет, но чем больше будет крепнуть ислам, тем больше у нас будут крепнуть наши идеи, наша культура, исламская культура. Культура у каждого народа в Средней Азии. Именно она с исламскими корнями. Дорогая брендовая одежда стоит очень дорого. До тысячи долларов может стоить один кошелек или сумочка, это самая маленькая цена, или какой-то бренд видно на одежде, и мужчина покупает своей жене или девушке и этим гордится еще. Значит, что здесь идет? Ре, показуха. Это хорошо или плохо? Конечно, это плохо. Человек выделяется, он показывает себя, он хочет и делает показуху перед всеми, то есть показывая на себе свое богатство, свое могущество, вот я одет, так, а ты кто такой, то есть он выделяется. У нас есть звонок. Ассалам Алейкум. Да, мы вас слушаем. Алло. Ассалам Алейкум. Еще раз. Да, мы вас прекрасно слышим, давайте свой вопрос. Спасибо, Федя, да. Да, мы вас слышим, продолжайте. Что-то привет, 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 да? Вы говорите, мы вас слышим. А вы не хотите, да? Да, еще раз, да. Некоторые девочки, которые хотели вновь, им надо сразу посмотреть на них, да? Правильно. Вот на них, на них, на них, паразит, надо сказать, я вот, даже антистрашно подойдет к пятому ничего паразит, если такого, не отдавай, даже, ничего. И вот что, для них то, вот, через кое-чего и не будет с на них, то, одели, сказал, маму, мужчинам, сказал, ну, а я ты сказал, вот, и вот, мне, в некоторое время, стоять, смотреть, даже, неудобно, да? Хорошо. Они знают, что, не такие любкие. И на в кофе стоят, угощаются, угощаются, допустим, а в некоторое время, они хотели в отношении девок, даже, страшно, на них смотрят. Ага, все, спасибо большое, за вопрос. Мы вас прекрасно поняли. Спасибо. Наставление, да, оказывается, мужчинам самим становится стыдно, глядя на наших нынешних девушек. Это действительно очень печально. какое бы наставление вы тогда сделали бы? Наставление быть мусульманами, быть совестливыми. Когда придет, будут подходить последние дни этого мира, первое, что уйдет, это стыд и честь и совесть. Это уже свершается, значит. Ушла от чести, совести, стыд. Как вы думаете, такие люди, которые оголяют, они показывают свои красоты, что этим они хотят сказать, что они доступны, пожалуйста. Когда к ним мужчины подходят и пользуются, делают нехорошие вещи или говорят некрасивые фразы, они возмущаются. Ну, простите, вы достойны этого? Вы достойны, чтобы с вами никак не обращались только как с товаром? Товар, ходячий по дорогам. У вас ничего не ценного, который женщины раскрыты, нужно поменять свою идеологию. Куда смотрят родители? Где вообще родители этих девочек, когда они покупают эту рваную одежду на эту девушку? Что они, о чем они вообще думают? И они что, не могут управлять своими детьми? Переодеть этих девочек? Понять, что на них зарабатывают. Они не выделяются ничем. Они выделяются похотливыми взглядами. И те, которые посмотрят мужчины на них с похотью, они будут иметь на себе грех. И не один грех. Сколько мужчин и парней посмотрят на эту девушку за день, столько у нее будут грехов. Естественно, как она будет очищаться, она не делает намаз, она не делает туба. Она чего этого не знает? Ей не до этого. Она стремится к моде, она стремится к сериалам посмотреть, она стремится брендовые вещи купить. А тело Всевышний Аллах дал как амонар. Аллах тебе доверил, говорит, скрой свое тело. Собака скрывает свои задние половые органы. Все животные скрывают. Представляете, пальма растет, финики. А финики скрывают листья, пальма, дерево, не разговаривающее, не живое, можно так сказать, неодушевленное. Души нету, а человек сам себя раскрывает. Это греховность. Для таких женщин устроено в аду очень тяжелое наказание. И не 80, а большинство, я так скажу, женщин будут в аду. Пророка Салам спросили, почему? Потому что она ходила непокрыто, без хиджаба. Значит, если ты раздеваешься, значит, ты оголяешь свое, у тебя нету ничего ценного. Бриллиант. Мы куда прячем этот бриллиант? Мы куда деньги прячем? То есть мы их прячем, мы защищаем. Ты идешь незащищенная, с тобой идет шайтанит за этот рядом. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим ролик, где вкратце описывается, кому же подражать мусульманам. Мы живем в мире, где все теперь не так. Мусульмане 21 века взяли себе в пример таких людей, как Тупак, людей, как Би Ги, людей, как Доктор Дри, людей, как Снап Док, людей, как Фифти Сент, людей, как Гваста Ромс, как пример для подражания. В то время, когда у нас есть такая личность для следования за ней, лучше которой никто не рождался на земле, Мухаммад саллиллаху алейхи ва салям. Мои братья, в битве при Бадре участвовало 313 мусульман, а кафиров было тысячи, и тем не менее они были разбиты. В битве при Ухуде участвовало 700 мусульман, а кафиров более 3000 человек, и вновь там командовал пророк Мухаммад саллиллаху алейхи ва салям. И вновь кафиры были разбиты. В битве при Асхабе мусульман участвовало 2000 человек, кафиров было 24 тысячи, и вновь там командовал пророк Мухаммад саллиллаху алейхи ва салям. И снова кафиры были разбиты. В битве при Табуке участвовало 30 тысяч мусульман, кафиров было несколько сотен тысяч, и вновь там командовал пророк Мухаммад, саллиллаху алию вассалям. И когда кафиры увидели пророка Мухаммада, саллиллаху алию вассалям, и его армию, то рассеялись и разбежались. Запомните, что наш путь всегда опирался на сочетание мудрости и силы. Это и есть пример для подражания имя его, Мухаммад, саллиллаху алию вассалям. В 45-й суре, в 18-м аяте говорится, «Потом мы наставили тебя на путь веры, следуй же по нему и не вступай незменным желаниям невежд». Дорогие телезрители, сегодня речь пошла о моде, И в гостях у нас Ирина Александровна. Давайте завершим сегодняшнюю тему. Я хотела бы обратиться ко многим телезрителям. Эта дунья, она состоит из удовольствия. Что же мы продаем, что же мы отдаем из ценностей, из своих ценностей, из ценностей человеческих? Мы отдали хиджаб за эти удовольствия, мы отдали бороду, мы отдали намазы, мы отдали мечети. Что у тебя еще есть отдать, что у тебя есть продать? Если ты имеешь довольство, хочешь иметь довольство людей и гнев Аллаха, то ты получишь и гнев людей, и гнев Аллаха. Если ты же хочешь иметь только довольство Аллаха через гнев людей, то ты получишь довольство Всевышнего Аллаха и довольство людей. Поэтому не уподобляться другим народам. Нужно стремиться к довольству Аллаха. Падение нравов, чести, совести, культуры, обычаи, деградации. Постепенно идёт уничтожение, нищета, в чём, где мы живём. Почему это происходит? Потому что мы отошли от своих кумиров, отошли от сунны пророка, и что бы мы ни создавали, зачем бы мы ни шли, у чего нет ценности, где нет истинных кумиров, идеалов, целей, мы всегда будем в разрухе. Какое бы государство мы ни провозглашали бы, какой бы флаг мы ни водружали, мы будем всегда находиться в выгоде. Огромное спасибо, что пришли и раскрыли сегодня нашим дорогим телезрителям эту тему. Дайла, чтобы мы были из числа тех, кто действительно следует за нечто великим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова